Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1100. События дня. 2 Коринфянам 10.4. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не испровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. За 20 декабря 2018 года. События дня. Ну, какие события? Сижу дома. Снегу вчера много накидало, тут Володя прочистил дорожку, маленько мне оставил-то. Но я тут до обеда, все-таки 25 градусов морозу было, руки мерзнут, а рукавички-то простые, рабочие. Приду, отогреюсь, и опять дальше, и все закончено было. Приятно на улице побыть. И аппетит хороший, объявление вот наше есть. Мы даем ее все время, может быть, кто-то пожелает помочь. С 4 осталось ребенка, мать умерла. Вот здесь так. И дальше я переписку беру, что вчера пришлось сделать. Так. Евгений, религиозные гонения на Украине, говорите? Вчера у Ленинского прихода Российской православной автономной церкви в Трубчевске, Брянской области, окружной арбитражный суд в Туле отнял храм. Это был последний исторический храм Российской Федерации 19 век, который не принадлежал Московской патриархии. Тут меня правильно поправили, что у староверов есть исторические храмы. Староверы – это РПЦС, РДС, Ц, Поморская церковь. Приход владел храмом с 1991 года. Восстановил его из руин. Два года назад местная Клинцовская епархия МП сначала договорилась о рейдерском переводе храма из муниципальной в областную собственность, а потом подала в суд иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Суд первой инстанции МП проиграл, а второй решил все как надо, в кавычках, то есть за них. Вот почему вы не хотите в московскую патриархию? А вот они все. Храмы, храмы, все забоевывают, все выкидывают, безбожники. Ну для Бога пришли молиться, там люди молятся, как можно их тревожить. Ничего, все отнимают. Ну вот у нас никак, это частные дома, у нас с нами маленько у них не получается. Сразу бы отняли. Проиграл, а второй как надо? Такая же история, вот считайте дальше. В 2006 году государство отняло у Свято-Ольгинского прихода Железновод. Отняло 18 церквей в Суздале. Передало МП, почему? Потому что это одна организация. Сталинско-бериевская структура, безбожники. Отнимать и отнимать везде. Я думаю, вот это что на Украине есть, сразу хлопнули им под, я не знаю сколько у них там на Украине-то, но говорят много, много, тысячи приходов. Вот это им отомстилось. Я всегда думаю, на меня нападают где-то, а потом я считаю, меня посадили когда, изъяли на сколько, и вдруг взорвалась Чернобыльская ГЭС, АТС. А я там сидел, батарею, думаю, ну вот и все. И вы проиграли, да больше, на миллиарды, а у меня-то отняли только на миллионы. И здесь так же. И думаю, вот это что на Украине, что там громят РПЦ, там уже они ничего не могут сделать. А тут, где они могут, они делают. А делали бы по-другому, и может там по-другому не было бы. Мне видится, это отмщение, Бог выравнивает. Поэтому жалеть нечего. Это у Бога все вымерено от нашего, не удерживая меч Господень, открови, что Бог не проклял. Еремея 48.10. Внимание, а теперь вывод. Вот за все это мы отомстим проклятым бандеровцам. Ничего я не перепутал. На фото, отнятые судами Российской Федерации, у Российской Православной Церкви в пользу Московской Патриархии храма. Включите эти факты в доклад форума. А РПАЦ, это ведь Валентина Русанцева. Но это название Русанцева, его нет, умер, он уже там Федор. И отнимают-то люди, страдают. Ничего не понимают. Страшное дело. И вот такой удар нанесли по Московской Патриархии, там пыль до неба. Они ничего не поняли. Доберутся и до них. Вот везде все отнимать, отнимать, вот на нас клевещут. Сидят в радиостанции своей, там Томской Патриархии. Они не успокаиваются. Все рассматривают, все. И сам еретики, ну, вроде до туалета все лезут. Там не так с женой обратился что-то. Ну, моя жена, я власти над ней. Ничего не сделал плохого-то нет. Она сидит рядом, улыбается, нет. И кто? Развратники. Развратники в буквальном смысле. Изменники своим женам. Сейчас вот показывают, сколько у Жукова было этих любовниц. Георгия Константиновича. И не случайно на него такое вот после войны было и проверка, и проще, еще только не было. И там это богатство, Лидия Русланова, и муж там Крюков, и генерал, все под нож. А теперь, когда тайно открывают эти архивы-то, и видишь, не случайно. Вот у меня что-то отняли. Суд прошел, и посуду многое вернули. Посуду. Да там нет ничего. Почему? Ожерелья, там бриллианты, алмазы, картины всемирных художников. И вот слово мое называется, Игнатий Лапкин, на собрании отдельно о том, чтобы в московскую патриархию мы никак не пойдем. Михаил Кальмаев пишет. Игорь проснулся. Если судить по отцу и Акиму, то вы уже давно в МПРПЦ. А если по Игнатию Тихоновичу, то еще нет. По нему вы в РПЦЗ. Так кто же прав? Разобраться очень просто. Слушайте внимательно. Провозглашается ли имя патриарха московским митрополитом Иларионом в миру Игоря Алексеевича Капрал на литургии? Да или нет? Провозглашается. Да, провозглашается. Как и предписано уставом. Ну и дальше, дальше. Имя предстоятеля, патриарха, самоуправляемого. Он это все скопировал сюда. Поэтому Игнатий Тихонович не прав. Если община действительно подчинена митрополиту Илариону Капралу, то, в случае, отец Аким обязан поминать имя патриарха. Обязан поминать. Интересно как. Но есть серьезные основания думать, что митрополит Иларион Капрал не является правящим архиереем для отца Акима. Потому как он передал общины в Вене-Алтайского епископа Сергия. Передал. Как будто бы лепешку какую-то коровью. Передал. Ну что, он приезжать никуда не передал. Никто не передавал. И изначально исходное вот это рассуждение неверное. А если это так, то тем более отец Аким не может не поминать имя своего предстоятеля. То есть как у нас идет, кого-то это тревожит. Я вас поздравляю. Вы уже давно в МПРПЦ и даже не заметили, как это произошло. Кто на ком стоит. Произошло. Мы спали. А они там решали. Я проснулся, а я уже не там. Когда стали говорить, что Московская патриархия неблагодатная. Андрей Кураев говорит. А вчера только чаша была. Благословляли. Была кровь Христова. А сегодня встали утром. Да так же молитва, литургия. Там одна бодяга. Ну, безобразники. Факт остается фактом. Батюшка вас вместе с собой ввел в состав Московской патриархии. Нет уж, тут никому это не удастся. Мы не барана, чтобы переводить. У батюшки много овечек. Пусть ими занимается. И он не менее твердо стоит на своем, как Игнатий Тихонович на своем. Только Игнатий Тихонович как бы в некоем трансе пытается убедить всех, что черное – это белое. Очнитесь, Игнатий Тихонович, и не ставьте себя в глупое положение. Больше похоже, что это вы себя убеждаете. А все уже знают, где они. Ну, может быть, Игорь еще не понял. Я начинаю после этого отвечать. Отвечать как? Старое копирую это. Русско-православная церковь. Показывает она. Главному редактору Русской народной линии Степанову. Он пишет, митрополит Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию. Ну, понятно, что он просто сказал, он в нашей епархии, но он так не говорит. Это означает, что мы остались зарубежные, как говорят, но только через это признавая благодатность. Вот это-то можно понять-то. Ну, и дальше, как он говорит, читайте сами. Лапкин человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. А тут я в транс спал, Михаил Михайлович тут не имеет твердых, требует уважительного, неуважительно отнесся. Вот я тогда сделал вчера ошибку тут. Там написано «ответ». То есть ответ попадает в это уже, которое он ответил. Вот это все отвечаю. Где мы находимся? И дальше. Студенческий журнал «Покров» в Барнаульской духовной семинаре, номер 9, 2016 год, страница 34-я. И дальше. В составе РПЦЗ проторея Аким Лапкин. РПЦЗ. Приложение к актуах о каноническом общении. Ну, вот, просчитайте дальше. Сохранил свою юридическую связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. Чего непонятно-то? Вот абсолютно правильно. Вот так. За поглушением. Он не сказал, что поминает, когда они у нас служат. Старость этих общин является родной брат проторея Акима Лапкина. Игнатий Тихович Лапкин известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии в более 500 городов, то есть более 600 в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика ИТ Лапкина вызывает разную реакцию. Однако, можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским апологетическим трудам православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории из Теркви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки, города Норильска, священник Павел Бочков. Московский патриархат. Понятно, что где мы? Ну, где РПЦЗ были и есть. Дальше. Удостоверение батюшке нашему давали, вот я тоже беру сюда. Протоирей. Протоирей. Ей еще пропущена буква. И Аким Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Русской Православной Церковью. Не находится в ней, а в молитвенном общении. Притом это до 26 октября 1918 года. Ну, рядом только. Под судом не состоит, под следствием не состоит. Все как надо. Показываю, что местная митрополия на нас и не претендует. И спросите, они состоят в вашем штате? Нет. На собраниях? Нет. Нет. А вы уже давно вас затащили. Ну, то есть, юродствуют. В транс впали. Вот. А дальше Андрей Кураев говорит. А Андрей Кураев говорит. А дальше я отвечаю. Из одного мешка, где бесы были завязаны, а по житию Конана и Саврянина. Выпустили демонов зла и задат. И они пускают со змеем вместе реку зловонной жижи против благовестия Христова. И вот он беседует в рамках проекта, предания там. Вот. Дьякон Андрей Кураев и Игнатий Лапкин. Дальше Максим Степаненко. Дальше прочитайте, что он говорит, я толкую это. Он говорит. Он, Игнатий, так краешком, боком имеет отношение к патриархии. Он там староста общины местной зарубежной церкви. Ну, местной зарубежной церкви. Это Андрей Кураев говорит-то. Нет, а вы уже там не состоите. Ну, все я могу сказать. Он пишет. Он часто разбирает там вопрос о присяге, о клятвах и прочее, о служении. И приводится масса цитат из Писания, святых отцов, житийной литературы. Он очень насчитанный человек. С чем-то я не могу со многим согласиться. К чему-то и со многим. То в то время его еще не гнали. Со многим? Да нигде нету этого. Он меня во многом поносит по всем кочкам. То есть я 120 раз его трогаю. Андрея Кураева. Но у него есть очень много серьезных вещей. Он вдруг активизирует такие пласты. Опять тут не столько его мысли, но из Писания, из отцов, из житийной литературы, что мы могли забыть. Он напоминает. И могли забыть. Это как грамотный человек. Не сказал, что забыли. Презираем. Нет, ну могли забыть, его не возьмешь. Это же есть в нашем предании. Нельзя это так просто взять и объехать. На осле, на кривой кобыле. И дальше. Игнатий, почитаешь, говорит, хорошая гимнастика для ума и христианской совести гарантированно. Контрастный душ, это гарантированно. Был у него в храме, там жесткие порядки. Ходить только в русской одежде. Никаких там джинсов, пиджачков, галстуков нет. Прийти в храм за 15 минут до начала службы, а потом двери закрываются, никого не впускают. Маленько не так, но не впускают это. То есть он в притворе стоит, здесь же, в коридоре. За 7 минут, не за 15. Что по уставу. И вот дальше. Он на меня говорит. А ему плевать, Игнатий, на какой-то собор разрешил. Писание выше собора. И по Писанию не каким-то собором прикрывать свою совесть и так далее. Если я люблю Библию, то Баптист. А где-то служба у нас идет правильная. Это старовер. Необычная смесь. Ну, с чисто плотским, рафинированным умом. А уж понятно, что решение наших синодов, местных, ехать лесом, полем и еще дальше. Знаете, я ему завидую. Он свободный человек. Вот в этом весь смысл. Нам Бог дал эту свободу. Зарубежная церковь нам ничего не может сделать. Где-то не согласна. Если не согласие есть. Почему? Они отреклись. А эти, сюда мы не вошли. А признаем тех и других. То есть у них нет таланта. Религиозно талантливым нужно быть. Видеть. Вы это сделали. Мы это приняли как от Бога. Мы ничего не делали. Ни от кого не отрекались. А мне, про себя Андрей говорит, не плевать еще. А что бы как ни возникло. А что владыка такой-то скажет. Как это отзовется. Я вот считаю, что так. И все тут. А потом его захватили, понесли. А Андрей, я вспоминал 120 раз в моих книгах. 120 раз. Молодец какой. Он, несмотря на это, пошел какой-то отец Кирилл Сахаров. Я его там пропесочил, как следует. Он все это написал. И дальше я поясняю. Это фраза, выдранная из лекции отца Андрея Кураева. Ну, не может же такой умница, как дьякон московский и все о Руси Андрей, не знать, что говорит о вещах несовместимых. Он говорит о знании мной священного писания. И применение его – это дяд баптистов. И это верно на сто процентов. Но не баптист в рождестве, изучение святой Библии. И далее в старообрядческом духе. Что сюда он вкладывает? Не будем сами домысливать, а лучше посмотрим, что он отнес к этому слову. Устав, точное его исполнение, благочестивая форма одежды, строгость, нерасхлябанность, богослужение. А далее он просто говорит обо мне, вставляя слово безбашенный, вовсе не в отрицательном смысле. Вот что он в одном предложении и говорит Игнатий, дескать, вовсе не смотрит на мнение людей. И какого бы уровня в глазах людей они ни были, пусть даже и вселенские поместные соборы. А зачем он так сказал? Повторяю, что отец Андрей – это редкий для МП талант. У него юмор блистающий. Значит, он не старообрядец. И несмотря на то, что он сам говорит обо мне, он меня во многом поносит по всем кочкам. То есть в моих книгах он упоминается 120 раз. И он не в обиде. Это чудо для священнослужителя патриархии, где на круто замешанной с их страстями корысти и страха и всегдащей злобе, подводящей к инквизиции, все еще жива эта труба. Отец Андрей говорит на понятном языке для этой публики аудиторию. Он же видит, что перед ним, изуродованной раболепием и страхом перед всеми, и более всего перед попами, быть отлученными от причастия, суетные люди с очень шаткими и сомнительными во свете Библии мыслями. Он и говорит им так, что они поняли его только от счастья. И кто-то там был или вычитал. Он все бросает доброе, что сказал отец Андрей обо мне. А вырвали только эти слова о баптизме старой обрячности. Совершенно не понимая, что это, но на уровне подсознания, привыкнув жить в злобе и подозрительность, они понимают, что Лапкин не такой, как все они, и верит не так, как они. И потому он заклятый враг. А отец Андрей Курай вовсе не хотел этого сказать. А то, что он для себя нашел целые пласты полезного, у меня в книгах, в интернете уже о том не словечко, даже самого Махонького. Если бы отец Андрей сказал безоглядно, если бы он был безбашенным, как говорит обо мне, в положительном смысле, то он бы должен сказать громко и поистине, бесстрашно. Так, я нашел человека, который мне, это вовсе даже непонятно, как-то в нем уживаются мысли, чисто евангельские, и как-то он умудряется находиться в почти мертвой церкви, где чуть ли не все не евангельское. Это действительно небывалое чудо. Вот так он должен был сказать. Ну, дальше письмо Капрала, этого Илариона. Хочу также выразить особенную благодарность. Ну, Господь же так это все делает. Он еще писал, когда уже прошел собор и все это. Особенно благодарность Игнатию Тихоновичу за полученные мной его ценные и назидательные богословские труды. Да сохранит вас Господь. Это митрополит в старобрядческом белокринецкой иерархии опасал книги. Он говорит, как много я нашел в них, в этих книгах, нового, интересного, полезного. Вот так. С Максимом Каскуновым и вот беседует, где Максим говорит. Он говорит, все дело в том, что Игнатий Тихонович имеет непосредственно отношение к моей духовной жизни. Потому что мой духовный отец, человек, у которого я получился, проучился многие годы, протерей Геннадий Павлович, в то время принял православие у Игнатия Лапкина. И поэтому я об этом человеке знаю не просто понаслышке, а от очень близких людей. Являюсь как бы его духовным внуком. Он даже никогда не знал, и внуком оказался у меня тут Каскун Максим. Дальше. Пришлось им перейти в зарубежную церковь. Ну, зарубежную, в зарубежной мы церкви находимся. Каскун это видит, Андрей видит, а это не видит. Ну, читайте дальше. Я сейчас верну назад вот это. Что-то прочитать можно было. Олег Стеняев дальше говорит обо мне. Как относиться к проповедям православного миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина? На Ютубе их огромное количество. Ну, 13 тысяч 450 роликов наших. Там кое-какие есть, да не больше полсотни чужих. Говорит Игнатий Тихонович всегда интересно, убедительно, живо. Постоянно цитирует священное писание, но смущает несколько моментов. Первое. Постоянно подчеркивает невежество священников, нежелание учить народ и так далее. Второе. Говорит, что монахи нарушили заповедь спасителей, идти проповедовать. Поповедовать Евангелие. То есть пошли в обратное направление, в пустыни и горы. А не в мир для проповеди. Отец Олег Стеняев говорит. Ну, что я могу ответить? Игнатия Лапкина помню, как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета. Вот, пожалуйста. Православие и старобрящество. Баптизм со старобряществом. Но давно, с советских времен, я его не видел. Поэтому ничего не могу сказать. Не может сказать. А теперь спросили. Я раскольник. Вот после этого опять его встретили через несколько лет. И он со мной не встречался. Но его уже там пропечатали. А сам-то Олег как раз и был в зарубежной церкви. Нас провоцировал на то, чтобы в драку вступиться за Покровский собор. Но этот он никуда не денет. Перед Богом записано. Авантюрист. Самый настоящий. А теперь на меня зачем? У нас хорошие были отношения. Я уже раскольник. Вот, понимаете, Московская патриархия все абсолютно гнильем делает. Дмитрий. Хотел задать вопрос Игнатию Тихоновичу. Может быть, кто-то в чате еще имеет опыт с семикратной молитвой. Бывают ли дни, когда какие-то поездки или посещения публичных мест, где много людей. И нет возможности помолиться. Как вы решаете такие вопросы? Всегда ли удается помолиться? Нет, не всегда. Не всегда. Вот мы дорогой ездили. Мы молились практически семикратно. Выезжаем оттуда. Дальше шофер крутит баранку. А я... Витя считает. Часть молитв учитель Виктор Савченко Николаевич. И часть я считаю. Ну, у нас это считается утренней вечерней. Не считается семикратной. Это без утренней вечерней. Утренней твой отдельно. Уже девять получится. И не всегда бывает так. Поэтому молча. Сергей Втушенко. Вот Сергей Втушенко как обдуманно все отвечает. До того нравится мне. Смотря какая у вас молитва по объему. Без поклонного молиться можно в любом месте. Это вопрос навыка. Правильно. Для меня тяжелее всего собрать внимание и успокоиться, когда над тобой висят серьезные проблемы. Пху. Поганое слово. Или трудная задача, о которых тяжело не думать, пока не выработаешь решение. Нерешенный вопрос. Никаких словопроблем. Выкиньте их. Роман. Молитвы бывают разные. Это точно. Кроме просительной молитвы есть благодарственные словословные молитвы. Вот. Видите. Ну, я знаю, что это мои выражения. Они уже гуляют по интернету. Никогда не писали. Нигде ни у кого не считал. Я просто опытно дошел до этого. И поэтому канон Андрея Критского мы перевели на три ступени. Те же самые события библейские. 205 событий. И они должны быть и благодарения, а не просто «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». А слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И третье. Ну, вот здесь все написано. Ну, и вот выставили. Отец Геннадий Фаст. Два ролика. Боже. Вот. Вот это пишет Рустик, гуру. Игнатий Тихонович, мир вам. А мне уже снится, будто бы я считаю Библию. Что это значит? Духовная жажда, да? Да не знаю, ясно. Если Библию видел, то и крест видеть надо. Мир вам. Прошу ваших молитв. Завтра у меня собеседование в агентстве, которое занимается поиском работы. Рустик, да благословит тебя Господь, дорогой мой. И дальше я пишу. Принадлежат ли наши две общины, по-прежнему зарегистрированные в краевом отделе юстиции, как РПЦЗ, к Московской Патриархии? Не, не сейчас, а наши эти две общины не принадлежали, не принадлежат и не должны никогда принадлежать к МП. Почему? Так и вопрошают. Если вы всех направляете в МП, то сами-то почему не в МП? Как говорят те, кто вообще не знает об образовании наших общин, не знает, какой у нас устав, порядок, условия приема в общину. Если бы мы присоединились к одной из различных юрисдикций, на которой раздроблена была РПЦЗ, то вопросов не возникало бы. К Агафангелу пошли, к Тихону тут. Но мы никуда не пошли и не изменили в своих уставах, порядке, ничего по сей день. Но мы никогда не отрицали благодатность Патриархии, возможность, что и там можно спастись. Вот сегодня я ролик насчитал, как так оно будет здесь, как раз на эти вопросы. Так почему же сами-то туда не идете? Я отвечаю, простой и понятный вопрос, и есть единственный ответ. Потому что мы очень разные, и там, в МП, мы будем всегда чужие. И нас будут постоянно пытаться разложить, уничтожить, стереть в общинах самое лучшее. Ни на одном имперхальном собрании наш батюшка-тец таким не был. Вот и доказательство, что мы не состоим в МП. Но хорошие отношения с местной митрополией многим непонятны. Тем, у кого мышление недуховное. Римминам 8.5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Я подвожу местописание, и хочу сказать, что надо мыслить вот так, как апостол Павел говорит. 1 Коринфян 2.13. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. А то вас там нет нигде, всё, батюшки литургии не имеют права служить, Бог не слышат. За Бога решают-то. Гнилушки. О зеленеющем дереве с плодами судят. Вот так бывало раньше. Ну, женился, она ему невеста, чистая, доверилась, а он теперь бродит по стороне. И что она? Ну, а бывает, он её совсем оставил. Сейчас о Жукове пишут, сколько у него было этих любовниц. Как он жестоко обращался. Не хотел, чтобы сжигали, но сожгли. Вот герой теперь. Всё, кончилось. Жёны, дети, как будто никогда не было. Эти железки, что он на грудь-то навешал. Война её, как будто и не было. Вопросе вечности, бесконечности, это не имеет никакого значения. И Гитлеру незачем было идти. Ему надо было дождаться только Горбачёва, и всё кончилось. И развалился конгломерат. Одному сегодня ко мне зашёл, Борис Семёнович. И побеседовали, я ролик выставил. Наталья. Просмотрела ролик с Борисом Семёновичем. И дальше, что он говорит, считайте. Я кое-что хотел ещё показать, кроме этого. И вот Михаил Кальмаев, который эту тему поднял, вот здесь я отвечаю. А он, я дальше ответ на его, который он дал, назвал он мне отдельно. А я тут ответом 8 или 9 нацеплял, или 6, не знаю. А он за ночь-то, прошло время, и он ответ уже дал. Ночь-то прошла. Я, тем более, я старыми вариантами-то говорил. Хорошо. Сейчас покажу. Да. Где-то тут, ещё-то я не вижу, где содержание ролика. Ну, то есть, он снял, стёр своё. Я говорю, стёр. А где-то здесь и есть. Надо посмотреть. Сейчас я, может быть, увижу. Сейчас, минуточку. У меня закачка идёт. А-а-а. А закачка-то и не идёт. Потому что опять модем сдох. Ну, ничего, всё. Вот, загружено было 17%. И всё это остановилось. Надо нажать, выключить модем, чтобы она... А потом включить. Это часто бывает, что и пропало. И вот некоторые тогда отключусь на другое. У меня одна написала, сестра Галина Авлейская. Вот все по писанию. По двое идут, да. А женщина по одной. Почему? Мария Магдалина одна была, проповедовала. И Нина, просветительница Грузии. А тут Пётр Михалёв писал, и я взял от него. Где в Писании говорится, что женщины проповедовали? Этого не было ни тогда, когда Христос посылал апостолов на проповедь. Ни в книге неяний апостольских или в посланиях. Это было бы безумием отпускать женщин одних. В восточных странах до сих пор женщин не отпускают без мужчин ходить по улицам. А тем более в другой город никто женщин не отправлял. В пересчислениях сотрудников апостола Павла нет женщин. Вместе с ним упоминаются только мужчины. А вот тут уже неправильно. Упоминается. Я тогда открыл эти жития и показал. Память 22 июля. Жития Марии Магдалины по Дмитрию Ростовскому. Кавычки открыты. На новозаветные книги не сообщают более подробности о деятельности арноапостольной Святой Марии. Магдалина и сведения о дальнейшей жизни её составляют теперь предмет предания. И я, святая раноапостоль Мария Магдалина, пребывала с Пресвятой Богородицей апостолами и была деятельностью поспешницей первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме. Вместе со святой раноапостольной Марией Магдалиной отправились по преданию в Италию сестры Лазаря Марфа и Мария. Так это не всё ещё. Дальше вот читайте. Красным особенно. Проповедовал в Италии в городе Риме и при первом посещении Рима апостолом Павлом и после отбытия его через два года оттуда. Разделяясь с апостолами всякие труды и благопроповедничества. Помогала святому апостолу Евангелисту Иоанну Богослову. А вопрос отпадает. Мария Магдалина нигде не была одна. Нигде. Дальше. Пронину, просветившую Грузию, считаем в её житии. Кавычки открыты. Вот считайте просто. Голос был. Иди в страну. В то время из Святого Града отправились в Армении 53 девы, подруги, вместе с одной царевной Репсимией и наставницей их Гаянией. Ну вот так. А дальше упоминается уже мужчина, которые там обращались, были с ней, вплоть до царя. Так что вот это считайте. Я ответил на это, и Галина Влеска поблагодарила. Ну, нигде женщин никто бы и не отпускал, никогда одна. Это вообще опасно для неё. Даже выходить на улицу одной опасно. Так что их не посылал Господь, и нигде этого нет, чтобы они подвое были посланы. Только мужчины. Наверное, Андроник и Юния приходили. Киприяна Устина ещё описывается. Ну, и, как всегда, показать наши ресурсы. Это вот мой мир. Это форум православный, как выглядит. Дальше оно не может уже проходить. Сейчас я включу, чтобы дальше шло. Но оно, видишь, это не дало. Вот так. Нет, не показан здесь наш видеоканал большой. И сайт. Сайт, вот он где. Православный библейский сайт. Вот за вчерашний день. Как что у нас всё было. Всё на этом. Спасибо.